Добрый день! Сегодня у нас с вами очередная беседа. В прямом эфире мы беседуем с Юлием Рогозиным из Новосибирска, говорим о боевых искусствах. Юрий, приветствую! Беседа? Да, в прямом эфире мы беседуем с Юлием Рогозиным из Новосибирска, говорим о боевых искусствах. Вот, то есть трансляция пошла. Ну, собственно, мы можем с вами продолжить обсуждать те вопросы, которые нам прислали наши, ну и, так сказать, не только слушатели наших трансляций сейчас, но вообще наши слушатели и люди, интересующиеся этим вопросом, из тех, что вам приходили. Я хочу вас допросить более конкретно о Венчуне, которым вы занимаетесь, как я понимаю. Занимаетесь серьезно, и вот я думаю, что многие вопросы у людей потенциально отпадут, когда разговор такой не вообще о традициях, но как бы более конкретно. Вот, поэтому, если вы не возражаете, я начну. Ну, вот, если по списку, который у нас есть, там первый вопрос был о Венчуне, интересует вопрос реальной эффективности и противостоянии другим техникам. Вопрос здесь в том, насколько эффективна техника на разных этапах изучения. На начальном, среднем, продвинутом. И все это с учетом наличия большого количества квалифицированных тренеров в боксе. Я думаю, что вопрос неправильно сформулирован. Ну вот, давайте сформулируем его правильно, потому что смысл понятен, насколько эффективна вообще, вот, что значит вообще реальная эффективность. Вот, как вы понимаете, так и отвечаете, как вам удобно. Старик, надо было бы говорить не об эффективности техники, как таковой, а о эффективности ее применения. Вот, это разные вещи. Да, я прошу прощения, замечание. Одно, у вас не очень хороший микрофон, может быть, может быть, что-то еще, но я говорю, немножко глуховато слышно, просто говорите чуть погромче, пожалуйста. Может быть. Хорошо, хорошо, так слышно. Нормально слышно. Да, ну, мне слышно прекрасно, но все-таки лучше, как бы, вот чуть-чуть, там, на тон выше. Я думаю, что корректно говорить не об эффективности какой-либо техники, а об эффективности ее применения тем или иным человеком. Нет эффективной техники абстрактно. То есть есть тот, кто ее эффективно применил, и тот, кто не смог ее эффективно применить. То есть, собственно, если вы в состоянии применять то, что вы учите на практике, с противником, который этому никак не способствует, ну, в смысле, не подыгрывает, ничего, ну, значит, техника вами освоена, и вы ее используете, естественно. Если можете, как бы, ну, или если вы ее даже на тренировке в паре делаете коряло, ну, зачем вам выходить в наш порядок? Вы ее не умеете делать еще. Вот так. Мне понятно, и вообще, если подумать, наверное, любому человеку должно быть понятно, что абстрактно эффективность замерить никак нельзя вообще. То есть в любом случае должна быть какая-то, значит, наверное, шкала, на которой там написано эффективность, что такое эффективность, там умение, собственно, что делать, да, провести прием, победить схватку. Ну, то есть мы должны как-то, во-первых, здесь задать. Во-вторых, эффективность абстрактная, ну, это, знаете, как, вот качество продукции. Вот я просто в свое время там проходил какие-то, там, такие курсы экономические, вообще, пока работал в бизнесе. То есть вопрос качества всегда стоит в определенных заданных условиях. То есть качество французского ресторана, это качество французского ресторана, а качество забегаловки, ну, типа Макдональдс, ну, в общем, любой фастфуд, это совершенно отдельная штука. Их качества сравнивать невозможно, потому что это разный сектор рынка, разные люди, свои требования, то есть где-то ценно, то есть качество где-то это просто дешевизна и быстрота, где-то это, наоборот, особая изысканность подачи, все такое прочее, понятно. Поэтому, как бы, и об эффективности действительно говорить, вот как о чем-то таком подвешенном в воздухе, неправильно. Но вопрос задан, то есть мы должны объяснить, хорошо, вот, а что бы мы сами понимали, то есть в данном случае вы об эффективности, в этом смысле где, как бы, находится венчун, ну, так вот, среди других средств, сейчас скажу, да? Для чего предназначен? Да, вот для чего предназначен, и поэтому, вот, в рамках этого, это самая эффективная система, там, не самая, ну, вот, как-то вы, то есть задача же наша, так сказать, все равно ответить на вопрос, так, чтобы это было сформулировано правильно, пусть, если, так сказать, кто-то неправильно сказал, мы просто должны сделать это так, чтобы человек понял, что мы хотим сказать, и о чем вообще речь. Исходной задачей техник венчун является травмирование противника. Ну, в смысле, вот, множество воздействий на суставы, в первую очередь колено, ну, колено, локоть, стопа. Задача травмировать их так, чтобы человек был не в состоянии вести бой. Соответственно, исходно, венчун для соревнований не предназначен. Вот, те соревнования, которые сейчас проводятся, все травматичные техники из них убраны, ну, и, соответственно, вынесены в запрещенные технические действия. То есть, бить по суставам нельзя. Вот, поэтому мне идея соревнований венчун, кажется, несколько противоречивой. Понятно. Но, вот, знаете, что мне это напоминает? Когда представители различных традиционных русских смертоносных стилей и прочих говорят, вот, понимаете, у нас мы вообще не можем никуда выходить, потому что у нас там любое движение руки это сразу убийство противника. У нас все настолько эффективно, что, в принципе, не может быть не только соревнований, но вообще как-то нельзя. Поэтому мы это все отрабатываем очень медленно и аккуратно, чтобы... То есть, вот, все-таки между... Есть же грань между тем, чем вы занимаетесь, и вот этими совершенно очевидно фейковыми вообще стилями. Ну, есть. Ну, вот, проясните, пожалуйста. Я могу... Скажем, уже мне... У меня есть вопросы, да? Поэтому, вот, скажите что-нибудь, чтобы мне было понятно. Мы все-таки спаррингуем в рамках каких-то договоренностей. Мы спаррингуем как внутри школы так, и мы ходим в гости там с тем же самым боксером, допустим. Вот, они работают по правилам бокса руками. Мы не работаем ногами и не бьем локтями, соответственно. Вот это очень интересно. Остаются одни удары точно так же руками, технику насколько освоили, настолько пытаются выдавать официанты. То есть, фактически, фактически, вы, ну, то есть, понятно, что вы не закапсулированы, как большинство, а может быть, все вот эти псевдости, да? То есть, вы ходите к тем людям, которых конкретно учат нападать. Ну, в общем, драться на руках, да? Вот. Вы с ними вступаете в спарринге по их правилам, да, причем по их правилам, да, ну, причем и вы еще в некотором смысле, вы свои техники ограничиваете в этом. Ну, да. Понятно. Ну, собственно, это вообще очень сильно, потому что, как правило, ты вот именно этого и не слышишь. То есть, человек приходит на какие-то занятия, там он сам в себе вот этим занимается и, в общем, ни с кем не спаррингует, даже ни в каком виде. Но, тогда почему нельзя делать, ну, в известном смысле, это же соревнования какие-то, да? То есть, не в том смысле, что кто победят боксеры или венчунисты, а, ну, что, понятно, что вот есть более эффективно действующие венчунисты, вот, и между ними, соответственно, можно же как-то проводить вот эту градацию, кто победил, кто наиболее силен. почтенные сенсеи не любят лишних споров, кто шибче, тот и смест. У кого умения больше, тот и побеждает, ну-ка. Да, это понятно. Собственно, это вот очень мне нравится, это очень правильно, на мой взгляд. Ну, то есть, вы фактически оказываетесь, ну, в максимально такой боевой, если можно сказать, обстановке. Ну, я бы сказал, это развитие, ну, как, открытых навыков, называется, открытые навыки. То есть, когда они внутри своей группки, там, игры в поддавки исключительно, там, человеком, который еще атаковать не умеет. То есть, надо выходить все-таки и пробовать с теми людьми, которые, ну, не играют с тобой. Реально пробуют попасть. И ты пробуешь по ним попасть. То есть, в условиях ограничений, как бы, если, ну, задача стоит две. Задача минимум не получить самому, задача максимум навтыкать противнику. Вот. Ну, и, как бы, есть ограничения. Ну, и в рамках этих ограничений, как бы, пожалуйста, говорить, что там, вот у нас только там укол пальцами в глаза, удар ногой в пах, там, я не знаю, там, вырывание сердца, там, через грудную клетку. И поэтому мы никуда не пойдем, потому что мы очень опасны. Ну, это, это и ерунда. Во-первых, чтобы попасть пальцами в глаза, глаз меньше головой. То есть, попади ладошкой в голову, там, ну, или кулаком. Тогда можно будет что-то говорить о том, что там попасть пальцами. Ну, это, ну, это, пока вы меня сильно, я пытается побить. Да, пока что вы меня очень сильно порадовали, этим сообщением, рассказом. Немножко, там, продолжу. Да. Ну, это не только наша группа, как бы, это вот вообще вся школа, к которой я принадлежу, то есть, нормально спаррингует, то есть, проходят и международные соревнования, по Венчун именно, и в Гонконге проходят кубки Итмана, и в Ашане проводились, вот, и, значит, в Питере там Олимпиада боевых искусств проходит каждый год, по-моему. Вот, там бьются. Вот, и народ ходит спарринговать самыми разными группами. То есть, там, всякие разные, там, 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 славянногорецкая борьба. Ну, короче, нет проблем побиться. Ну, а, кстати, как сами представители, ну, там, бокса или чего-то еще, как они реагируют на такие предложения? Мои знакомые тренеры, как бы, положительно. То есть, мы вот, наверное, в сентябре, там, ближе к концу сентября, и снова учиним мордобитие. Я думаю, что надо будет, наверное, заснять в конце интервью с участниками, чтобы обе стороны сказали впечатления друг от друга. Ну, да, вообще, было бы очень правильно услышать такое вот живое мнение еще в процессе, потому что это, особенно, кстати, обеих сторон, действительно, вот как они вообще это понимают. от самих участников, а не вот комментаторов, которые там тихо сами с собою и как бы этим ограничиваются. постарайтесь это сделать, будет очень интересно, потому что вы, к сожалению, выкладываете ролики, но они по качеству не очень хороши, а мне кажется, что там нормально снимать. То, что я снимаю на тренировках, я снимаю на сотовый телефон Nokia кнопочный. Ну да, вы просто снимаете, естественно, имеющиеся таткотехники, тем более, вы там должны как-то верить. Следующий вопрос, или что? Ну да, нет, если вы по эффективности, в общем, все сказали, потому что для меня остается вопрос, вот что мы вообще можем говорить об эффективности какой-либо системы, ну вот, вот конкретно на примере Винчу. Ну, эффективно она для решения данных задач или нет? ИИ? Что ИИ? Ну, ИИ, то есть она эффективна или нет? Для того, чтобы травмировать противника, да. Для того, чтобы, ну вот, как бы, личный опыт. Последний раз я дрался в 2010 году, ну, в смысле, на улице, вернее, в торгейбусе. Вот, как бы, один к двум, ну, замечательно прошло. То есть вы хотите сказать, что это было так достаточно всерьез? Ну, то есть до меня даже не дотянулись. Нет, я имею в виду на вас именно нападали всерьез. Нет, я нападал. Вы? Ну, пьяные люди понятные... Я... Стоп, стоп, стоп. Эту тему мы сейчас снимаем, просто мы ее продолжим потом обязательно, потому что у нас есть там вопрос, может ли православный человек еще и на кого-то нападать. Это отдельная тема, мы ее обязательно разберем. Вот обязательно разберем, просто не сейчас. Давайте дальше тогда так, вот, тем более про бокс, вот вы, в общем, все сказали, все понятно. Значит, следующий вопрос, который был по Винчуну. Еще мне интересны цели, которые двигают заниматься единоборствами и Винчун, насколько эти цели оправдываются занятиями. Именно Винчун. Так это, наверное, надо спрашивать у тех людей, которые приходят на тренировки. А вы? Привет. И я понимаю, что те цели, с которыми человек пришел заниматься, ну, допустим, он остался заниматься, у него в процессе занятий цели могут очень сильно поменяться. Вот, то есть, прийти человек может не из цели научиться драться, а по причине, что он насмотрелся фильма Ипман и там хочет, а я хочу точно так же стоять, вытянув руки, и все это от меня отлетает, пинг-понг такой из-за ров. Ну, вот, как бы, идея одна с практикой, как бы, она может поменяться, человек может заняться там, ну, не знаю, там, реально, ну, пример, опять же, у меня один из занимающихся, так скажем, работник банка, человек, который в школе не дрался, в институте не дрался, вот у него первый опыт был, это вот, когда мы ходили к боксерам, человека просто поперло, то есть, почувствовал адреналиновый приход. А вот вообще, кстати, между прочим, в плане криминогенной обстановки Новосибирск, как? В разных районах по-разному. Такой уклончивый ответ. Нет, ну, есть где, как бы, можно ходить ночью, есть где, как бы, ну, сумерков уже не надо. Ну, вообще, я думаю, что даже в любой деревне есть такие места, ну, вообще, то есть, это, так сказать, сильно, ну, как вот вы могли бы оценить, или, то есть, есть какая-то милицейская статистика, вы не знаете, ничего подобного. У меня нет милицейской статистики. Понятно, хорошо, все, не будем выяснять. То есть, по поводу фильмов про Ипмана, вообще, меня это очень интересует, хотя вот конкретно среди вопросов про Ипмана ничего нет, это я вам потом задам. В общем, значит, цели, которые, как правило, ставят там ваши ученики, ваши знакомые, приходя на Венчу. И что является важным для людей в продолжении занятия Венчуна? Можете рассказать? Ну, я как-то спрашивал, чаще всего говорят, что где-то там увидел там, и захотелось уметь так же. Вот. Увидел условно фильм художественный про Ипмана или работаю Венчун в какой-то, ну, там, реально жизненной или художественной документальной ситуации? Чаще видят сначала художественные фильмы, потом ищут в Ютубе что-нибудь. Вот. Ну, находят всякое и как бы ищут. А где же такое преподают? Вот. Старшее поколение, то есть, у меня занимаются только взрослые, то есть, я детей не тренирую в принципе. Вот. Младшему самому, там, по-моему, 24 или 25 лет. Вот. А старший, там, ну, в районе 60-ти. Вот кто в возрасте уже, они приходят из других соображений. То есть, они просто в советский, ну, или, там, в конце советских времен, в начале, там, перестройки, они слышали, что есть такое, как бы, не было, было карате всякое, там, вот. Потом Токвандо появилось, потом тайский бокс, про стиль слышали, про идею слышали, как бы, ну, вот, ищут, приходят, занимаются. Ну, вот, для меня Винчон был совершеннейшим, кстати, открытием, ну, конечно, раньше, чем фильмы про Игману появились, но, все-таки, то есть, я там, конечно, там, слышал и давно, там, это Джит Кундо, ну, то, что делал там, Брюсли. У меня вообще никак, кстати, первое время не ассоциировалось с техникой Брюсли с Винчоном, совершенно, то есть, ну, вообще никак, так сказать, я, ну, просто я не интересовался, поэтому, там, Игман, я там, не знал, что это вот именно тот учитель, то есть, у меня потом пазл сложился, а вот кусками существовал, но, вообще, я, соответственно, сейчас смотрю, по-моему, Китай активно продвигает Винчун, именно так, Винчун. Винчун на уровне правительства делает из Укмана национального героя, фильмами это все пропагандируется, и Винчун сейчас, как бы, он давно за границей Китая известен, народу занимается многое, вот, ну, и теперь, вот, после того, как Гонконг вернулся в Китай, и состояние английской колонии, ну, коммунистическая партия Китая старается продвигать свои, свою культуру, в том числе, и в такой форме. Ну, тем более, кстати, хороший повод поговорить про Ипмана при случае. Ну, кстати, про Ипмана может быть какую-то, ну, отдельную, не отдельную, но, какую-то, в общем, часть передачи, наверное, нужно создать. не подходит на ток, ну, в данном случае меня интересует то, что вы готовы сказать, потому что я много набрал как раз всякой информации, в частности, вот, ну, понятно, что посмотрел все фильмы с Ипмана, ну, про Ипмана, где про Ипмана, в общем, в лучшем случае там 1% правды, посмотрел сейчас, ну, я вообще продолжаю смотреть сериал про Ипмана, но это 50 серий, это нереально посмотреть, даже если очень хотите посмотреть, а я, ну, смотрю, с познавательной целью меня не захватывает сильно сюжет, плюс, ну, вообще, я смотрел, хотелось бы это обсудить, то есть, чтобы это не подвисло в воздухе, как некая версия собранной информации, что в гугле может сделать каждый, ну, обсудить, вот, допустим, с вами, но тоже отдельно мы зафиксировали. за таком сериалов про Ипмана, то есть, я хуба вообще не видел, вот, я не являюсь за таком, ну, у меня нет документов исторических. Нет, про исторические документы это отдельная история тоже, это вот все, я сам про это могу сказать много, но меня интересует именно ваша оценка, ну, как человек, именно, который занимается и находится в теме и в традиции. Ну, да ладно, значит, Ипмана мы пока отложили, тогда все-таки цели продолжающих заниматься венчуном. Цели продолжающих заниматься это совершенствование в этой области. Ну, то есть, это людям нравится. Люди поняли, что это такое и они, как бы, вообще, обучение строится на основе понимания. То есть, человек понимает, как устроено и старается теперь сделать это качественно. то есть, здесь аппетит приходит во время еды и он приходит к людям. Ну, да, то есть, как бы, человек почувствовал вкус знания. Ему понравилось. Да, это хорошо. Ну, ладно, тогда здесь ясно, но используют ли венчун способы развития силы различных отжиманий, приседания, работа с утяжелителями. Вот такой вопрос. Уфп, пожалуйста. Ну, у вас, значит, что у вас Уфп вообще нету, там, разминка, это понятно. Я не преподаю Уфп в зале, потому что мне жалко времени в зале. То есть, отжиматься, приседать, там, не знаю, там, бегать, там, прыгать и прочее. Ну, общая физическая подготовка, которую можно делать в одиночку, ее нужно делать в одиночку, если вы хотите пользоваться ее результатами. для этого не нужно собираться в зале, вот, и там массово поджиматься, приседать, там, не знаю, там, бегать по кругу. Это тратит время, которое можно потратить на тренировки в паре, на разучивание техники. То есть, я занимаюсь в зале именно преподаванием техники. Так, но разминку делаете? Разминку мы делаем. Но разминку это не УФП. Это разминка. В разминку входят какие-то специальные отжимания использования утяжелителей, круче-проще. Нету тому тяжелителей. Это чисто китайская, ну, то есть, чисто винчуновская разминка, или она, в общем, ну, такая, как бы, любая у вас. Нас интересует растянутая, хорошо растянутая задняя поверхность тела, то есть, способность наклониться до земли, складываясь в тазобережных суставах. и, соответственно, бить ногами так, чтобы не отклоняться назад, там, в сторону. Плюс хорошая подвижность ключевых суставов. Ну, вообще, тут про заднюю поверхность тела это интересно, потому что, так сказать, винчун, конечно, характерен именно своей стойкой спина, колесом грудь впалая, вот, но, ну, то есть, вот, что это все имеет важнейшее значение именно для техники, а не просто, ну, такая чудесная стойка. техника растет на самом деле из стойки, вот, то есть, это не теоретизирование, это реально, то есть, вот, то, как выстроена позиция, оно основывается на принципах действия по центральной линии, создание максимально жестких и сильных конструкций на центральной линии, вот, и потом из этой стойки растут две других, перемещения, ну, в общем, это, это вот, то есть, это тот фундамент, реальный фундамент, на котором строится остальная техника, и, соответственно, вот эта базовая стойка Education Map, она не является какой-то учебной, там, или там, оторванной от реальности, она реально используется. Я поясню, с чем связан мой вопрос еще, потому что я слышал, ну, в общем, я сейчас просто расскажу версию, да, одна из версий наличия именно такой стойки, ну, и вообще всего Венчона, заключается в том, что Венчон был придуман для того, чтобы быстро научить слабого человека драться, то есть, ну, легендно, да, то есть, была монахиня, которая сама была очень крутой, значит, совсем круче, крученой любой другой монахини, а некая девушка, которой приставал юноша, чьи приставания ей вовсе были неконгруентны, она, ну, говоря, решила его, ну, от него просто банально отбиваться руками и ногами, но научиться было тяжело, поэтому вот эта монахиня, она, значит, вот стала ту учить, значит, а поскольку это было быстрое обучение профана, то все построено именно на такой традиционной стойке профана, то есть, отклонение назад, горбатая спина, значит, вот руки, ну, и просто вот всю технику ужали до вот минимума, чисто для того, чтобы самая простая девочка могла отбиваться, вот это просто я рассказываю, легенду, которая, кстати, довольно многими людьми продуцируется, как, в общем, ну, основная идея возникновения девчоной, собственно, почему там все, то есть, это банальная драка для тех, кто хочет быстро научиться отбиваться от даже опытного соперника, вот, что вы можете сказать по этому поводу и, ну, именно в контексте того, что это все, как вы говорите, серьезно, и техника, она исходит из этого не потому, что это вот просто вот, ну, так получилось, а что это вполне, так сказать, законное продолжение именно этих определенных принципов. Там нету отклонения спины назад, то есть, спина стоит ровно, таз защелкнут, вперед подкручен, и спосницы растянуты, пресс наоборот стянут. Что касается легенд, как бы, я считаю, это именно легендами и мифами. Сама идея, что этот стиль нужен для того, чтобы чайник защитился от могучего, а чайник от могучего не защитится, пока сам не станет могучим. для меня это понятно теоретически, но вот есть такая версия событий, то есть, как нам ее опровергать? нам не надо ее опровергать, нам нужно сказать, что это все-таки бездоказательная легенда. Ну, то есть, в данном случае... Об этом нет. О чем мы? Обсуждаем легенды? Ну, о смысле? в данном случае от этого зависит вообще понимание, что такое венчон. Это просто драка такая, чтобы отбиться. То есть, это вообще никакое не искусство, потому что мы с вами тогда говорим нет, это не так, поскольку первое, второе, третье, четвертый. Ну, как бы принципиально, принципиально, стиль простой. Технически очень много тонкостей. Вот, там, одна из идей, это тотальный контроль вообще вот над своим телом и через это попытка тотального контроля над противником. Вот, это уже нужно быть нечаянником. Я вот слышал от одного практика вьетнамской ветви Венчун, он сказал, что Венчун нужен для того, чтобы бить мастеров. То есть, у него вот такое представление. Ну, это это не для чайника. Это не для слабых, чахлых и так далее. То есть, хотите быть мощным, ну, надо укреплять тело все-таки. Если вы хотите победить одной техникой, это нужно очень долго заниматься, эту технику точить, точить, точить. То есть, это время. То есть, не получится сделать быстро и как бы и без усилий. То есть, говорить, что Венчун это система для слабых и ленивых неправда. Нет звука. Да, ну, это такой, в общем, я понимаю, это аргумент, но мне немного недостаточно. То есть, вы, ну, в общем, я к чему, что просто так сказать, что вот это неправда, ну, неправда. Я так думаю, я так думаю. То есть, некая аргументация должна быть. Она мне понятна. Сейчас, из того, что вы сказали, я действительно понял одну вещь, что, значит, там действительно техника очень простая, ну, в своей базе. Я правильно понимаю? Принципиально это простая, а технически нужно следить за телом. То есть, это требует усилий. Да, но там вот в ней на, в общем, довольно простую конструкцию. Очень много навешано, то есть, вставлено именно технических вообще вещей. Ну, собственно, если задача всех единоборств, это повышать не чисто силовую схему воздействия на противника, а именно технические, то есть, способность именно технически его побеждать, не применяя силы. помечания, кстати, разница между, так скажем, именно чисто спортивными и прикладными системами, опять же. Спортсмен, который, ну, человек, который занимается спортом и собирается выступать, то есть, он занимается и УФП, и техникой, и готовит себя к определенной дате, там, к выходу на соревнования, на пике формы. Вот. Прикладные системы, как правило, ориентированы на то, что момент применения неизвестен, может быть. Вот. И если результат будет зависеть именно от физического состояния, ну, от физической кондиции, то ее нужно постоянно поддерживать, они всегда в условии есть. поэтому именно прикладные системы должны ориентироваться в первую очередь на то, что сохраняется долго. Выносливость падает первым, как правило. Если ее не поддерживать, в первую очередь падает выносливость. Вот. Если мы не имеем возможности постоянно тренироваться, но нам, тем не менее, периодически нужно вести какие-то побоища, ну, значит, нужно точить то, что у нас не потеряется. Это в первую очередь координация. то, что касается аргументации про то, что венчун для слабых, больных каких-нибудь, гистрофиков и так далее. вот конкретно в нашей школе обучение начинается с предельно жестких техник, которые делаются навстречу противнику. То есть, это задача и выставить кости правильно, плюс сделать это сильно. То есть, это нельзя сделать, когда человек слаб. То есть, обучение в нашей школе обучения венчу начинается с того, что человек должен делаться сильнее в процессе. То есть, это конкретно силовая техника. Это подставка клина двумя руками. Соответственно, клина жесткого, который выдерживает усилия противника примерно тех же габаритов. Ну, понятно. То есть, пока что а дальше уже идет, когда мы переходим к тому, что противник больше нас, либо он выдает столько силы, что мы не можем своим усилием его сдержать. И мы начинаем использовать игру дистанции, пропускание силы. Это, соответственно, уже то, что учится на второй форме Чан Кио. Изменение углов, изменение дистанции, пропускание силы. И чем дальше обучение идет, тем, так скажем, у нас уменьшается дистанция до противника и увеличивается количество техник так называемых мягких. Имеется в виду блокирование. Потому что мягкого удара как таково быть в принципе не может. Удар всегда жесткий. Ну, да, логично. Удар есть удар, а не имитация. Так. Ну, вот. Отсутствие противопоставления силы противника это как бы мастерство. То есть с этого не начинают, этим заканчивают. Ну, это в общем отрадные вещи для Венчу. Я анекдот расскажу. Да, пожалуйста. Вот, значит, мединститут там профессор говорит, как называется человек, который хочет, но не может. Ну, все там, импотент, импотент. Вот, а он говорит, а как называется человек, который может, но не хочет. тишина, тишина, женский угол. Да, сволочем. Вот, так по-правильному надо быть сволочью. То есть иметь возможность, хочешь променяешь, не хочешь не променяешь. А не так, что, что будет значить тысячи слов, когда важна будет крепость руки. здесь абсолютно согласен. Действительно, ну, говорю, отрадные вещи вы говорите про Винчун. Они вроде естественные. Ну, понимаете, я же говорю сейчас вопросы, даже которые я задаю, и вот так, как я это делаю, это же вообще я часто слышу о Винчуне совсем не то, что говорите мне вы сейчас. То есть это просто некое вот, ну, то есть, нет, либо есть великий пман, который, ну, просто вот кино, да, либо это мне рассказывают, что, ну, это просто драка, то есть какое-то вообще искусство. Здесь нет искусства, потому что здесь нет вот такой техники, которая там на кончиках пальцев и все такое. То есть вы мне сейчас говорите то, что мне очень понятно и я надеюсь нашим слушателям собственно в общем то, что и надо, как я понимаю. Поскольку вы же за свои слова отвечаете, вы этим собственно и занимаетесь, вы об этом можете судить. Так, значит, такой вопрос, вот Винчун и борьба. То есть уже не бокс, а такая конкретно захватная техника, грэплинг, ну, и вообще всякое прочее. Ну, партера нет. То, что у вас нет партера, это понятно. Ну, значит, есть какие варианты. Во-первых, не дать себя схватить, то есть не дать себя засохнуть на этапе, когда партера еще нет. Второе, что делать, если ты в партере просто оказался? Во-первых, там не надо оказываться. То есть, опять же, задача как можно скорее встать. потому, потому что если мы исходим из реальности, так скажем, неограниченной спортивными правилами, если вы вяжетесь на земле с одним человеком, другой может подойти и поиграть вашей головой в футбол просто. То есть, поэтому в прикладных стилях, как правило, борьбы не густо. Ее часто вообще нет. Ну, то есть, здесь просто венчен, он в этом смысле даже как бы не тратит время, получается, на разработку техники в практическом плане неприменимой или малоприменимой. Задача как можно скорее встать. Логично. Все не встречает возражений. Следующее. Чем венчен положительно отличается от других более популярных боевых искусств? Вообще, мне сложно представить более популярный сейчас вид боевых искусств, но вот от других. И кому надо им заниматься? То есть, все-таки значит, вот тот вариант, что там приходите к нам лечиться и коровы, и волчицы. То есть, и жучок, и паучок, и медведицы, и все будете ломать слона, динозавра, тираннозавра легко. Все-таки вот действительно, и опять же понятно, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. То есть, лучше приходить на любые занятия все-таки физически в нормальной форме, а не после долгой продолжительной болезни не приходя в сознание. Это тоже понятно. Но все-таки, вот на кого более рассчитан Венчун, и ну вот в чем отличие от других стилей еще раз, обучение строится на понимании, соответственно, нужны люди, у которых голова на месте, и они уменькие пользоваться, не только в качестве, не только есть в нее. ну да, то есть, фактически, это, ну, вообще, мне тоже отрадно очень это слышать, потому что, как мне представляется, ну, в общем, мало кто, ну, из кого я видел, как-то всерьез говорит вот эту фразу, что, ребята, думать надо. вот опытный тренер, ну, везде, в общем, все-таки говорят, что надо думать, хорошие тренеры, которые учат именно через голову, их много, которые, кроме как гимнастику, больше ничего не могут выдать, и, соответственно, выдают ее годами, ученик в итоге отоваривается, ну, но все-таки отжиматься в драке никак не поможет. Да, хорошо. Чем венчун положительно отличается от других стилей? Концепции. Концепции, соответственно, строящейся на ней техникой, техники, и там методикой. Ну, вот здесь у нас есть упражнения, которые там некоторые считают, это уникальные там чесао, там липкие руки, склеенные руки, клейкие руки. Это именно вот только венчуны, нигде больше. На самом деле, вот техник, принципиально, так скажем, что делается, оно есть там, не знаю, в греко-римской борьбе, там, как выйти на бросок из контакта, не знаю, там, в боксе, вот как из клинча, выйти на удар, это то, те же, ровно те же самые навыки. Реализуются они в другой технике, но принципиально это то же самое. Ну, чем отличаются? Техническими решениями, идеей, техническими решениями, ну, и методами обучения. Все. Не конкретно ответили, конкретизируйте, пожалуйста. Основополагающей идеей Винчун является скорость. То есть, если мы делим стили на так называемые длинные и короткие, вот, в длинных стилях делается упор на мощность одиночного действия при потере в их частоте. ну, то есть, скорострельность ниже, а мощность одного действия выше. Винчун идея обратная. Скорострельность сделать выше, но мы теряем немножко в мощности. В длинных стилях мощность рождается из переноса веса с ноги на ногу в направлении удара, вращении корпуса вокруг вертикальной оси, ну, то есть, мы толкаемся задней ногой, поворачиваемся, ну, и там уже потом выстреливает рука, складываются. Винчун мы, как правило, ну, преимущественно, за небольшим исключением, не переносим вес на ведущую ногу, потому что мы ей бьем. Как бы, у нас ведущая рука очень много работает, и ведущая нога очень много работает. Вот, поэтому, вот то, что там у Брюса Ли стойка с весом больше на переднюю ногу, как бы, ну, для венчуны не характерно. В то время как то, что он делает руками, оно очень похоже. Ну, так, это уже хорошо. То есть, в данном случае, ну, понятно, что Брюс Ли это не чистый венчун, получается, уже... Он учился, как бы, он надел, скажем так, вот, в нашей школе первые два уровня это техника сил лентала, начальная идея. То есть, то, что форма, которую мы разручиваем, это принцип действия по центральной линии, принцип синхронной работы двумя руками, вот, принцип вот этого клина, она вся делается стоя на месте, фронтально к противнику. Вот, то есть, так скажем, на начальных уровнях там не требуется какая-то специфическая работа там, бедрами там, вообще. Хотя потом она там есть, но ее сначала делать не надо, это помешает. вот эту вот условно башню танка от пояса вверх, ее можно надеть на разные, на разную работу ногами, ну, в смысле, перемещений там, ударов ногами. Вот. Вот именно стилевая техника работы ногами, включая перемещение, ну, и удары. Винчун, она хорошо сочетается с тем, как работают руки, то есть, органично сочетается. А когда мы начинаем переносить вес вперед, или там, бить ногами так, что руки у нас поэтому выключаются из работы, то есть, выходить на другие дистанции, пытаться ногами фехтовать издалека, там, как бы, вот, начальная идея пропадает, то есть, руки выключаются из действий. Ну, на самом деле, вот, я рассказываю про технические всякие штуковины, они для большинства зрителей, которые не занимаются ничем, или занимаются самодеятельно, они будут вообще ни о чем. Ну, может быть, я, собственно, не о той, не о таких подробностях спрашивал, а именно, ну, чтобы вы, так сказать, объяснили эту разницу, просто чуть более конкретно. то есть, ну, какой-то, ну, что-нибудь такое, айкидо, нам, здесь более-менее понятно, там, в основном, бросковый техник. есть, ну, шаолинский, там, стиль орла, есть стиль орла не в шаолинском, есть пресловутые белые журавли. Белый журавль похож, но они работают с другими линиями. Они работают, с другими линиями. То есть, мы закрываем центр, они ставят, и закрывают, и атакуют преимущественно линии, ну, посередине ключицы, которые вертикально проходят. И в журавле, и в лоечерю, там, и в годзерю. Насколько я в курсе. Прецепт немножко отличается, и, соответственно, техника отличается. Ну, это связано с... Узывами структуры местами вот прям очень похоже. Один водитель. А есть какие-то общие происхождения? Я не знаю, я не историк. Понятно, хорошо. В общем, в целом, вот, там, другие популярные боевые искусства, почему Винчун, а не, ну, что-то другое, там, не важно, конкретно что-то. Или это просто так случилось, ну, понравилось и пошло. У меня? Ну, скажем, у вас. Просто есть какие-то объективные такие показания, кроме того, что мне просто нравится, вот, там, Арнис, вот, крутить палками, вот этими. Очень интересно. Ну, в общем, мне просто это вот приятно. Мне нравится Винчун, мне нравится именно наша школа, именно тем, что как сформулированы принципы, вот как они сформулированы, именно так и делается. То есть, если мы декларируем, что мы бьем по центральной линии, то мы именно в нее и бьем именно по центральной линии. То есть, нету какого-то там, вот этого велосипеда, который показывают периодически. Ну, то есть, соответствие принципов, соответствие техники декларируемым принципам. Это раз. Во-вторых, мне нравится то, что он прям вот настолько, как сказать-то, можно по клеточкам рисовать просто. То есть, вот брать лист в клеточку и рисовать вот движение отсюда, мы смещаемся, ну, там, на ширину стойки, ну, как, на ширину клещ. То есть, геометрически правильно сместился, противник оказывается перед тобой. Прям, прям, ну, вот. И, соответственно, при обучении, если ты правильно делаешь начальный уровень, вторую тебе вот прям естественно начинает получаться. Ты добавляешь, буквально чуть-чуть добавляешь, у тебя получается следующее. То есть, предыдущие навыки не противоречат тому, что идет дальше. То, что идет дальше, оно органично растет из базы. Ну, это очень положи, очень высокая положительная оценка, на мой взгляд. потому что... Система, она действительно, она целостная. Да, то есть, и при этом это уже изначально есть некая система, которой ничего не надо выдумывать. Не надо. Достаточно жизни, чтобы просто следовать тому, что уже есть. То есть, не надо там сочинять по ходу какие-то техники ни самим студентам, ни их учителям. надо просто идти и... При этом это делается в частности от ума. То есть, ну, не в смысле от ума идет, да, но... То есть, голова здесь должна работать так же активно, как руки и ноги. Ну, да, учение строится на понимание. Ну, в общем, это совсем хорошо. То есть, то, что я слышу такая очень неприкрытая реклама Винчон, но совершенно по делу. Вот. На самом деле достаточно больно заниматься. Особенно, вот, первое время, когда народ начинает, там, первые упражнения, мы делаем удары навстречу, ну, руки в руки проскальзывают под очень острым углом. И, соответственно, вот, я сам, когда начинал, я приходил, ну, с тренировки приходил, а руки болят. Утром приходишь на работу, вот, сел за стол, руки положил на стол, и они говорят, прямо, ну, реально болели. Ну, не то, что снаружи, внутри. Для меня, для меня это тоже нормальный, хороший признак, потому что, опять же, ощущение такое, что вот вы придете, и вы в таких вот, значит, ну, УФП, да, но плюс это УФП, оно... Очень мягкий такой стиль, там столько мягкости, это брехне. Вот, это важно, и, кстати, прямо следующий вопрос любой ли ученик способен освоить технику но в данном случае вот очень конкретно того что вы сказали близко то есть как бы на что должен ориентироваться сразу вот этот любой ученик то есть что будет больно что все серьезно что это не гимнастика не уфп что это в общем все реальное боевое искусство будут даже не столько тело будет уставать мозги будут уставать вот реально люди которые вот ну я делаю периодически семинары по начальному уровню перед набором 8 часов там упражнение в принципе вот ну они как бы кажутся несложными человек стоит показывает одна рука бьет так другая стоит в этом положении потом они меняются вот как бы делает же прям очевидно просто пойди сделай да это сложности это в первую очередь нехватка внимания нехватка внимания в том числе к своему телу то есть человек не ощущает тело как какие-то представления там есть а как бы вот ну реально прочувствовать стоит он поясница ровная или там пробнута или там стопы как стоят там вперед они направлены все это не чувствует тело вот проблема номер один проблема номер два тело слабое то есть постоял две минуты на присоединенных ногах хочется их выпрямить вот так что всю тренировку просто это вообще для новичка как бы не получится начинаешь срезы делать там руки болят постоянно там толкают назад там поясница отваливается многим хватает не то что одной тренировки там он выходит в начале данных и все это не для всех но это совсем не для всех или все-таки вот так вот бабушки и девочки могут заниматься должны на пенсии заниматься не знаю здравительной гимнастикой понятно это очень важное на мой взгляд замечание что в общем то есть на венчуне нельзя искать себе такой отдых нет все понятно отлично вот на тренировке должно быть тяжело после тренировки может быть хорошо в процессе должно быть тяжело и иногда даже больно будет и очень ну да это нормально это прекрасно это кстати вы ответили попутные на следующий вопрос мы с вами разобрали сходство стилей белой журавли в частности нет ну в общем мы уже ответили фактически еще интересует вопрос ведение боя с несколькими противниками в рамках системы венчу до идеи я так думаю ровно то же самое во всех остальных стилях то есть драться в один момент с одним не стоять между несколькими так что тебя с нескольких сторон купили активно перемещаться ну и значит меня умиляют во всяких рекламах и боевых искусств вообще и конкретных секций приходите к нам мы научим вас защищаться а от вооруженного человека и б от кучи народу если вы настолько эффективны что без оружия противостоите вооруженному и умеющими этим оружием пользоваться значит оружие менее эффективно чем его отсутствие но это бред это лютый бред просто лютый бред то есть оружие сделано для того чтобы упростить то есть ну человек который слабый вот он ножик возьмет он зарежет скорее всего и точно то же самое что что касается толпы народов то есть рассказывать о том что вот будете заниматься у нас и там одним махом семерых побивахом ну это ну скорее всего вранило я в такое не верю два человека побьют одного умеючи ну да особенно если они слаженно действует изначально тем более если группа сработана то как бы понятно то есть фактически как компьютере по методу разделение задачи ну да то есть мы просто разделяем объем одного а не так что там в разные стороны 1 спереди другого сзади это сказка когда-то пушечный удар пушечный удар это отдельная тема комплекс который это комплекс упражнений на самом ну кстати может быть его и обсудим потом но пока у нас винчун я повторяю что мы сейчас беседуем с юлием рогозином о боевых искусствах а сегодня в частности про винчун для тех кто этот по той или иной причине не понял вот и продолжаем значит вопросы ему задавать мы все кстати потому что в общем большой список на один вопрос мне кажется вы уже ответили но я на всякий случай его еще прочитаю может быть вы захотите что-то добавить если нет то и мы идем к следующему и так стиле винчун техника направлена на уничтожение противника соответственно техника винчун это смертельная техника я бы сказал преимущественно на травмирование но при этом как бы нет гарантии что не ну нет гарантии что не убьешь человек упал и ударился затылком об землю как бы вот разница кстати в спортивных и прикладных бросках спортивных бросках мои партнера страхуем откручиваем его чтобы он башкой не долбанулся прикладных вариантах у нас наоборот задача его туда затылком засадить разбить об землю логично но я хотел это обрабатывать вот это крайне проблематично разумеется нельзя это сделать в полную силу ну кстати в этом меня как в свое время очень давно меня поймали эти дождь никита это почему я пошел и кидо заниматься потому что мне сказали вы понимаете александр вячеславович какой вещь вот везде вы должны всякую технику отрабатывать полфилы как нужно вы же не можете наносить по-настоящему травмирующую свойства айкидо наоборот чем я чище сделал и точнее и правильнее прием чем большую силу и резать тем более безопасно это для моего значит противника ну то есть я так в общем это послушал мне показалось тогда экологично у нас был очень и тогда конечно ну тогда было только это карате чем такое советское вот у меня кстати те кто занимался карате но один одноклассник он пошел по статье правда не конкретно за карате но вот они занимаются делом ну да ладно идея понятно однако уточняющий вопрос я все-таки задам в контексте этого вопроса смотрите вот если вы говорите что здесь некий ущерб силы взамен скорости но все-таки мне представляется что именно скоростные удары легче дозировать до не смертельные до не смертельного финала чем вот такие мощные потому что у нас действительно как бы цели много мелких это не вопрос мощности это вопрос контроля исполнителя ну вот вы скажите потому что я вот я могу до вас возможно что-то за вас додумать я почему все проговариваю потому что в общем я может что-то понял кстати может быть лучше чем все остальные кто-то там посмотрит но вообще грешеный факт во вторых действительно надо нас еще в жизни так устроено это что вот тот же катехизис там что все вот все уверены что все все знают то есть это же вот вообще совершенно простые всем понятные вещи интертрипации именно так ну и какая разница просто у нас никто не проговаривает самых простых вещей не в начале там не в процессе и эта проблема в общем она упирается в то что проговаривают это как раз те люди которые вообще лучше вы молчали то есть в церкви всякие еретики там различные либеральные прочие богословы вот а боевых искусств такая же ситуация ну как бы всем же ясно что вот ну вот это же понятно это понятно после многих лет занятий по мощности как бы здесь разница не в разы не в разы не в разы и по скорости тоже не в разы мы можем там полтакта выиграть допустим вот ну этого достаточно для входа вот ну и как бы удар он все равно жесткий должен быть хорошо понятно тут значит вопрос по внутришкольным каким-то вещам он там был набор все-таки действительно чем-то школы различаются сильно не сильно ну как бы я могу сказать вот то что мне сифу говорил о различии ветвей так на примере ветка которая идет от ипмана через он специализируется на более короткой дистанции вот наша ветка которая идет через чоу за чуэна она специализируется много ног много работы ногами по пропорциям по комплекции примерно такой же был соответственно очень много работы ногами учу ну а ты есть незначительные отличие ну как бы вот с тем что делают в других направлениях но в других ветках ипмана ну направление ипмана или как говорят гонконговского венчуна ну различие незначительные то есть может немного отличаться последовательность ну или как немного отличаться акценты в технике а так в общем одно и то же вот вьетнамской версии сильно отличается ну я ей не занимаюсь как бы то что вижу как бы мне мне некоторые вещи непонятно зачем они делают понятно на мой взгляд они вываливают из концепции понятно тогда кстати пользуясь случаем задаю вопрос частый для ну вот именно всяких русских истинно народных школ насколько конституционные особенности европейцы европейцы россиянин которые в основной своей массе все-таки славянины так довольно крупный от традиционно считающихся маленькими и легкими и дохлыми значит южных китайцев вьетнамцев и так далее то есть это венчун он вот реально для нас хорошо или этого только для азиатов которые даже конституционно если вот от нас отличаются то венчун это даже уже здесь надо понимать что различие в том там большой человек относительно живущего в других условиях и он маленький относительно него какая разница то есть мы все равно не будем устраивать побоище там лилипутов с баскетболистами разница не такая вот во вторых упор то идет не на то что там какая-то специфический климат чем мы оперируем в процессе занятий в процессе ну в процессе практики это дистанция это угол ну взаиморасположение относительно противники вот это момент воздействия причем здесь конституции руки-ноги все равно гнутся в одну сторону ну а можно сказать что даже европейцу который более высокорослый как бы лучше венчуном заниматься чем низкорослому неважно европейцу аль азиат лучше заниматься венчуном чем не заниматься понял отлично так тогда значит здесь по стратегии тактики но как формулирован вопрос мне не очень нравится ну то есть он очень конкретный все-таки значит главная тема этого вопроса существует ли в голове структурированная база теория по стратегии тактики ведения поединка то есть это вот все точно так же действительно 100 встроена вот в эту систему о которой вы уже сказали то есть что вот надо думать головой и вот действительно по клеточкам может все расписать головой нужно думать в процессе обучения и вне непосредственного процесса мордобития это тоже понятно ну возьмем такую штуку как вождение автомобиля еще сузим экстремальное вождение то есть ему можно учиться там управляемые заносы и все там вот но когда вы учитесь вы это начинаете делать медленно вот ситуация когда вам нужно это применить или у вас двигательный навык уже сформирован ну и и в том числе навык распознавания ситуации что нужно делать и тогда вы делаете это естественно или он у вас не сформирован вы начинаете тупить или вообще пропускаете момент начала то есть в бою думать некогда задача обучения это получить умное тело которое правильно реагирует помимо обдумывание ну я это имел ввиду для освоения техники предусмотрено вот изучение заложены ли понимание стратегии тактики я не расслышал не находится на понимании того что делать человек не понимаешь что он отрабатывает ну как он это будет он может это вообще делать неправильно то есть сути то нету есть внешняя форма за ней ничего нет соответственно не формируется медведь в цирке ездит на велосипеде там на мотоцикле допустим он ездит по арене то есть навык вождения у него есть но и точки а в точку б он вас не довезет он умеет делать конкретные упражнения зачем он и надо кроме за тем чтобы его потом покормили в конце форма есть содержание нет понимания не просто здесь есть еще вот вопрос про цена конкретно есть ли у вас какие-то элементы и не нужны цена для тех кто не знает это использование различных болевых воздействий на суставы я процитирую ровно то же самое что вчера на тренировке говорил болевой прием это не удавшийся перелом как бы венчун все-таки специализируется на ударах практичнее но по времени меньше забивает занимает перебить конечность чем закручивать ее и удерживать в этом положении быстрее долбануть так чтобы сломалось ну или чтобы внутри сустава удара прошло одна поверхность другу может можно навесить из входов из ударных входов венчун можно выходить на болевые приемы да но опять же если мы рассматриваем доминанту скорость ударить короче по времени занимает меньше и как бы у нас остаются руки не заняты в которых может что-то быть ну то есть в общем нет необходимости у нас есть раздел там когда мы от захватов освобождаемся вот ну и есть есть техники перебивания которые как бы сделаешь медленно будь болевой понятно тогда прошу вас пояснить может быть это надо было сделать раньше вопрос терминологии про столбы и мосты мост в широком значении это контакт с противником любой тыкнул рукой в голову поднавел мост в узком значении мост это контакт конечности с конечностью противника вот который может быть там там совсем уходить берем отдельно руки у нас может быть там первые ворота в районе запястья там вторые ворота в районе локтя эти ворота когда мы достаем до плеча тао кван и кван сан кван противник нас бьет мы отходим и руку сбиваем ну вот навели мост мосты мосты ногами а столбы а столбы а что мы под этим подразумевали ну вот здесь просто вопрос такой пришел значит еще есть вопрос про пять столбов миу фадзон а это столбы тренажер такой который расположен ну четыре столбика по квадрату один в центре на них отрабатывать там специфическая работа бедрами там помещение все это на самом деле просто способ тренировки ну это тренажер и как бы и форма которая на нем исполняется она не им на нем исполняется какая-то форма да тогда смотреть давайте уточним еще значит что такое тогда форма форма последовательность действий в которой мы отрабатываем чистую ну технически чистые действия с пониманием принципов которые которым посвящена данная последовательность ну как вот в музыке есть гаммы ну вот формула ну последовательность такая ну то есть это определенная последовательность действий все понятно переходы как идут одного положения к другому какие принципы вообще вот для формы и принципы отрабатываются понятно хорошо тогда следующий вопрос который был задан это рефлекс программы венчу я ущипнул некоторых деятелей которые пытаются разучивать формы из других стилей на ощупь не понимая чё же чё же там форме такое то есть если у вас нету теоретической базы то есть вы не знаете принципов школы у вас не выставлено тело для ну то есть вы не знаете с какими линиями конкретно работает школа ваши вот эти вот эксперименты смотрятся убого откровенно убого не делайте так вы себя позорите как бы вам круто это не казалось мнение это выглядит жалко и смешно до рефлексы соответственно рефлекс программа как это называется я не знаю что такой рефлекс программа какой вопрос пришел такой и должен быть ответ я не знаю что человек под этим подразумевал мне тоже не очень понятно поэтому я пусть уточняет до венчун спортивного направления какова вероятность ухода традиционных прикладных методик или совмещение со спортом но это проблема всех некогда бывших прикладными видами но двигающихся в направлении спортизации вот это исключение так скажем опасных техник те же самые удары по суставам там не знаю есть ли виды в которых можно бить в парк допустим там выдавливать глаза в борьбе допустим то есть в реальности человек там если тебя там схватил как бы можно ему нажать на глазик он тебя отпустит и схватится за глаз на соревнованиях по дзюдо делать так не надо да это противопоказано по ряду причин и есть спорт с ограничениями есть не спорт без ограничений если мы занимаемся спортом мы должны понимать что мы действуем в рамках и если вы усиленно отрабатываете то что из этих рамок выходит то есть совершенно не нулевая вероятность что соревнованиях у вас выскочит но это мне кажется неизбежно как либо ну если она накатана до состояния рефлекса когда помимо обдумывания то есть возможность вот нужно тогда либо исключать по-другому я я не знаю как поэтому получается так что именно стыкуется с сохранением традиции ну то есть если мы делаем из винчона спорт то фактически это будет совершенно отдельный то есть может называться винчон но это будет это совершенно отдельный спорт может использоваться стилевой движок но набор техник будет другой акценты будут другие напротив мая теряем то что старается использовать в реальности она будет отличаться от того что мы будем использовать для спорта. Если мы будем заниматься именно спортом, то попадая в реальную ситуацию, нас будет вылазить преимущественно спортивным техникам. Потому что мы ими занимались. Да, то есть у нас до рефлекса доведены совершенно определенные вещи и неудивительно, что именно они в любой стрессовой ситуации, что на ринге, что на улице, именно они и вылетают. Это, кстати, одна из причин, почему подчас спортивные техники оказываются эффективнее вот этих, которые очень сильно травмоопасны. Они отработаны. Их можно делать сильно. То есть человек их поделал, прочувствовал в паре, даже, возможно, попал и у него как бы вот уверенность в технике возникает, он будет их делать. Это не значит, что травмирующие техники плохи. Они не наработаны. Да, и они просто не отработаны. Ну и в общем нет оснований их отрабатывать среди своих партнеров по спортзалу. Ну да, опять же, надо понимать, не война. То есть мы как бы занимаемся не для того, чтобы там завтра идти грабить караваны или идти защищать караваны. То есть как бы мы любители. Да, понятно. Тоже все логично. Вот и мне нравится, я так сказать, близок ваш подход. Так, вопрос о том, не вредно ли одновременно с венченом заниматься, как написано, железом. Ну то есть какую-то, так сказать, качать, я так понимаю, мышечную массу. Вредно, я бы даже очень советовал заниматься либо пауэрлифтингом, либо гирями. Одновременно с венченом? Ну, не одновременно, чередуя день то, день это. Я имею ввиду, что понятно, не далее. То есть одновременно, в смысле, в одном широком временном промежутке, то есть железки это ОФП, это мощь. То есть это возможно и даже может быть рекомендовано. Вот как бы гири замечательная тема вообще. и лифтинг замечательная тема, не знаю, там, бодибилдинга, я не понимаю. Нет, ну мы не рассматриваем совсем извращенные системы. Где занимаются ради внешней формы, я не понимаю. Нет, ну это мы, в общем, с вами не рассматриваем пока эту ситуацию. Вот, то есть у меня что-нибудь, у меня что-то сложно, ну вообще вот да, то есть проблема формирования чисто внешней, ну из себя создания моделей спортсмена это странно. Не, ну как бизнес, пожалуйста. Ну, эти спорты тоже бизнес. Собственно, вопрос про спорт я не уточнял, но как бы логично, что Винчун, став спортивным, он сразу приобретет, я думаю, финансово. потому что это ну спорт, это всякие значит соревнования, ну вот то, что собственно почему многие хотят сделать со спортом. На самом деле не настолько массово это раз, во-вторых как бы есть в том числе олимпийские виды, на которые попробуй денежку найди и свозить спортсмена на соревнования, если он у тебя не входит в сборную. и его государство не финансирует. Это реально проблема. Ну это проблема одна из но тренеру это выгодно быть где-то какой-то пачке правильного направления, которое спонсируется государством. Ну Винчун государством не спонсируется. У нас да. В Китае видимо может быть уже и наоборот. Ну ладно, мне это неизвестно. Итак, значит, конкретно про Винчун интересно вот, что спрашивает следующий зритель. тенденция некоторых мастеров его осовременивать. То есть отходить от линий и прочего. Собственно то, что показывает мастер Вонг. Ну видимо вы должны знать о чем речь. понятно можно в Ютубе набрать именно так мастер Вонг через W. То, что он делает технически не Винчун. Принципиально он вываливается концепцией, он использует боковое усилие круговое. Винчун организован по-другому. То есть у него так скажем винчуноподобное что-то там есть там которое может проканать. То есть это то, что делает мастер Вонг оно больше похоже на филипинку. Ну то есть это не Винчун. Он называет Винчун, он называет Тайди, тот тоже не Тайди. Ну в общем дяденька занимается компиляцией, и в общем изобретает что-то свое. Понятно. Тоже здесь значит все ясно. Так, следующий вопрос. Сколько я видел и читал о традиционном мушу? В массе своей нет адекватной по времени подготовки. Три года дзы бенгун, начальную форму и постолбить где-то что что было у вас на тренировках? Удары защиты от него с первого месяца? Сколько в этих трех годах правды смысла? Был ли аналогичный подход два-три века назад? Любопытно это именно по Винчун. я не настолько старый чтобы рассказывать что было два-три века назад. Десятилетиями заниматься и потом падать от человека который занимался три года на мой взгляд печально. Ну да это по меньшей мере странно. Да при этом рассказывать о собственной крутости ну ладно не будем о плохих ну если мы берем программу нашей школы освоение техники сил Лентау вот это что мы стоим фронтально и учимся подставлять клин работать клином фронтально занимает по программе тренировок там два уровня по 180 часов практики вот при двух тренировках в день это 90 тренировочных при двух часах тренировок в день это 90 тренировочных дней хотите освоить программу быстрее ну тренируйтесь чаще тренируйтесь больше имеет имеет смысл считать не годы тренировок а часы часы затраченные вот прямо на конкретную практику то есть если вы у вас тренировка два часа из этой тренировки вы 10 минут бегаете 10 минут отжимаетесь 10 минут приседаете как бы у вас выпало там еще там полчаса тянетесь у вас час выпал из практики собственно вот стилевой то есть вы вместо двух часов стилем прозанимались наверное час максимум минус время на демонстрацию вам техники на ее объяснение на разучивание то есть останется там шик да маленькая хотите учиться быстро занимайтесь стилевой техникой и как бы делайте это чаще все фокусов нет следующие там уровни чамки вот мы это делаем там так же разбито на два уровня они по 270 часов ну то есть вот у вас если ну грубо говоря вот я прихожу к вам заниматься и сколько я именно стилевой техникой буду заниматься с нуля если человек начал вы будете заниматься именно им именно им именно им я ничего не преподаю мне жалко время вот просто для меня это ну вот просто илей такой бальзам на душу потому что вот взять технику мы не будем говорить про тескау прекрасные прочие стили это замечательная штука на самом деле я не знаю насколько она замечательная можно говорить отдельно но я спрашивал тибетологов дипломированных они говорят что в тибете нет никакого тескау они про это ничего не знают есть оно в тибете или нет то которое есть здесь эти люди боеспособны возможно но по крайней мере то что я вижу это долгая и нудная отработка значит нижние акробатики игры с детьми в мячик координация движения что само по себе очень хорошо но это вообще не имеет никакого движения именно детская группа была на самом деле скорее всего то что вы видели это была детская группа там вообще бадюк и сплошная взрослая группа тоже понятно что с детьми занимается это понятно почему кстати происходит потому что государство на работу с детьми дает просто бабло предоставляет залы и условиям того что вы будете заниматься это вы что-то для детей делаете это ну как бы вот государство здесь идет навстречу если вы что-то делаете для детей а потом вы делаете все остальное но взрослые мужики что-то там катаются по лавочкам то есть я вообще никакого стиля не видел в этом значит СКО вообще в принципе я сейчас еще мало смотрел на самом деле давайте вернемся все-таки да к чему вернемся мы вернемся к тому что занимаешься винчу занимайся винчу если хочешь научиться просто к чему это начал говорить что вот я вижу когда показывают какие-то вещи показывают в основном вот АФП и разговор о том что вот там значит ну вот мы вас там научим то есть вот собственно отработка техники она ну уж по крайней мере в тех видео которых смотришь там когда тренировку там как-то сокращено до минимума по крайней мере ну может быть они как-то отдельно в первых очень мало видео которые в котором показана техника вот то есть они ну секретятся они секретятся это как-то я понимаю что все совершенно у нас вообще все секретно это понятно но вот как-то ну рекламируется ОФП а не что-то вот такое ну рекламируется так скажем реклама направлена на конкретную цельвую аудиторию все что можно о ней сказать да ну тогда значит цельвая аудитория люди которые хотят так сказать если вы в своей квартире встать в общем 3-4 выполняете правильно движение ну ладно это такой в общем у меня есть товарищ который вот занимался искал этим самым вот и работал вышибало и как бы лицо у него все время было чисто и без травм хотя он дрался по работе в 90-м я понимаю и здесь кстати мне хотелось бы тоже это обсудить просто я еще раз говорю так для информации я спрашивал конкретно про Тибет значит я сам пытался значит постичь как вообще пишется хотя бы это слово на тибетском оно нигде там не написано значит это тайная тибетская школа который о которой в Тибете никто не слышал и которой тибетского собственно ничего в себе не мы клонились от Винчона ну да ну вот это люблю я лирические отступления в данном случае для меня это как раз подтверждает ценность вашего Винчона и конкретно вашего Винчона вообще то что действительно приходя заниматься Винчоном вы занимаетесь именно Винчоном а не ОФП какими-то разговорами за жизнью рассказами о духовности и прочей значит ерундой и не ерундой но к Винчуну отношения не имеют так последний вопрос который есть в нашем списке это ну в принципе он был значит какие наиболее схожие стили с Винчуном журавли что-то еще чем они похожи ну вот про журавлей вы сказали а что еще там может быть из похожего ну работа руками в великимских стилях похожа но так скажем там больше круговой генерации усилий кругового приложения с его Винчон все-таки более центральный никак именно центральный именно прямолиней по касательным немножко отличается все-таки местами наверное семьи очень похож опять же по тому что мы работаем с вот вот этой плоскости ясно вопросов больше нет на самом деле я тоже иссяк возможно что-то вы хотите в заключение сказать и мы уже довольно долго разговариваем пора завершать но ответил на вопрос может быть вы что-то хотите добавить о том ничего не досказали я могу сказать что кинематограф раз и youtube 2 создают неправильный образ в одних случаях это летающие на веревках китайцы в других случаях значит перекладывание рук какое-то и то и другое оно неверное то есть венчум работает все-таки с разными дистанциями не стоит то есть как бы в фильме Итман техника показана принципиально правильно хоть там размашисто там есть так скажем киношные именно атрибуты принципиально показано правильно вот вот что я скажу часто там на почту пишут там на сайт вопросы задают можно ли учиться дистанционно по видео у меня там есть там камера и хороший толстый канал в интернет я вам буду показывать как у меня получается нельзя дистанционно учиться нельзя по видео учиться нельзя по книжкам учиться нельзя потому что ни книги ни видео ни картинки не передают ни направления усилия ни его длительности вот ни меры и Винчун кроме того еще и экстремпреактивности то есть использует реакцию противника подчас повторить нельзя одно и то же потому что противник стоит действует делает другое немножко по-другому вот то есть передачи бесконтактной такой вот там дистанционной ее быть не может то есть то что вы там выучите форму какую-нибудь вы все равно будете делать неправильно вы не знаете принципов на которых она строится вот у вас скорее всего будут локти торчать в стороны поясница будет ну в общем все будет неправильно это будет жалкая порогия на корявое подражание вот так я скажу то есть хотите заниматься чем-то контактным и Винчун у вас рядом нету ищите бокс бокс скорее всего есть если прям очень хочется Винчун то либо зазывайте к себе инструктора из реально существующей школы а не мифической какой-то которая не может показать линию передачи либо сами ездите к нему на семинары инструктор должен быть толковый и вы должны быть толковым чтобы научиться потому что бывает у меня есть к сожалению не очень хороший опыт когда приезжал человек один прозанимался часов восемь наверное сказал я все понял и как бы и все вот я его уже не видел несколько лет он себя позиционирует как тренер и при этом делает чудовищное вообще ничего не умеет зачем то есть если вы не поддерживаете связь с инструктором никак ну а какие способы верификации у вас есть того что вы делаете правильно никаких кроме чисто умозрительных вот то есть учиться по роликам на ютубе не надо это глупость это глупость у вас получится всегда видеть мне понравилось сегодняшний понравился наш разговор тогда до новых встреч и у нас еще тут целая пачка вопросов есть из старых ну и у меня рождается мысль хотел бы с вами обсудить спасибо тогда на сегодня эфир мы завершаем всех кто нас слушает мы просим комментировать задавать вопросы мы на которые не факт что будет ответ потому что некоторые комментаторов я знаю и с ними разговаривать неприлично ну всех доброжелательных и таких неизвестных тем более комментаторов мы рады видеть вот и готовы к всякому сотрудничеству и общению поэтому призываю если какие-то вопросы есть их задавать спрашивать предлагать темы возможно для обсуждения а так спасибо за внимание и всем до свидания до новых встреч до новых до новых до новых до новых Продолжение следует...